Добрый день, дорогие друзья! И сегодня у нас пятница, и в пятницу по-итальянски, в NRD, мы будем говорить о Венере. Я сегодня, когда готовилась к нашей программе, я смотрела, думаю, какую бы крутую, классную картинку поставить. Ну, поставила Венеру, как всегда, планетку, спутников у нее нет, поверхность, да, классная, яркая, оранжевая, но как-то мне было скучновато. И я подумала о том, что кто самый яркий представитель для нас Венеры? Это, конечно же, весна Боттичелли, рождение Венеры. И я стала искать классную картинку, классную картинку в моей цветовой гамме, а по Венере мы выбираем, что нам нравится, что нам не нравится. Вот видите, я сегодня поменяла свою одежду тоже, я ее тоже выбирала по Венере. Что мне нравится? Мне очень нравится кашемировый цветок, белое-синее сочетание, так как синий луч – это луч знаний. Я очень люблю сапфир, бриллианты. Это все любит моя Венера, которая во льве. И я даже хотела поставить иконку, потому что я подумала, Солнце во льве, Венера к Солнцу близко, это вторая планета от Солнца, поставлю на бум. Но как человек уже опытный, я понимаю, думаю, нет, подожди, дай-ка я проверю. И я проверила, не стала заходить в свою профессиональную программу, это долго, она у меня на отдельном компьютере находится, потому что я говорила, что я любитель Apple, Mac, iMac, Mac Pro, Mac То, Mac Сё, Mac Пятая, Mac Десятая. Также, опять же, по Венере я выбираю ассоциативную графику, легкую, простую, которую нам дали технологии благодаря Стиву Джобсу, в том числе. Он был не один. Так вот, я даже сделала скрин экрана. Так, это долго. Выясняется, что Солнце уже в 23 градусе 55 минута, то есть скоро будет переходить, ну, еще почти что 7 градусов, 6,5, и перейдет в мою любимую Деву. Потому что я солнечная Дева, на предыдущем эфире я также подчеркнула, что пляж Ривьера, который я люблю, и который судьбоносное, скажем, такое событие, Решение принял в том, что я выбрала, когда решила вернуться из Швейцарии, что я выбрала жить в городе Сочи. И когда я тоже делала иконку для вас, смотрю пляж Ривьера с 19.09 года, а я родилась 19 сентября. Соответственно, с нами вот так жизнь разговаривает цифрами, словами, значениями, символами, знаниями и мудростью. И этими же словами я буду делиться и разговаривать с вами. Так вот, Луна у нас, о которой мы будем говорить по понедельникам, у нас находится в Козероге. Меркурий еще во Льве, но он ретроградный, у него 28 градус. Почему Меркурий во Льве вместе с Солнцем, а Венера уже нет? Потому что Меркурий – это самая маленькая и самая близкая планета к Солнцу, а Венера уже все-таки подальше. Марс вместе с Юпитером у нас в соединении с близнецами, а близнец – это стихия воздуха, это сеть. Все крутые айтишники, они близнецовые, либо солнечные, либо марсовые, либо меркурианские обязательно есть близнецы. Ну и далее. А, кстати, мы вчера говорили о Юпитере, и вот он тоже в близнецах, да, у него 16 градус, 55 минута. Но мы не изучаем астрологию, мы изучаем мироздание, и мы изучаем человека в мироздании, потому что мы говорим постоянно о единении человека и космоса. И, кстати, когда я сегодня делала пометки, я делаю пометки обычно в карандаше. Я очень люблю этот вид написания, потому что ручкой напишешь, так сказать, уже вроде бы все. А карандашом всегда можно стереть. И вот в книгах я тоже делаю пометки карандашом. Раньше, естественно, в советские времена, когда книги это были хорошие книги, много книг, было дефицит. Многие книги распространялись рукописью. Многие, которые еще были, скажем, не так развита типографская промышленность, и она была, скажем, запрограммирована, еще не работали законы созидательного, открытого рынка. Мне слово не нравится возможностей. Вы знаете, вот, кстати, я в декабре была на питчинге с писателями, с другими. Нас было около 200 человек. Мы знакомились с различными издательствами. Я там познакомилась с массой людей, и взрослых, и сильно пожилых, и молодых. И сколько молодежи прекрасной пишут сегодня, вот этими созидательными энергиями овладевают с легкостью. Но, опять же, с нами, говорит жизнь, невозможно ничего придумать самим, потому что мозг, по сути, это такой же орган тела, как печень или почки. О нем мы тоже будем говорить, кто нам создал его и все остальное. Самое главное – это наша духовная составляющая, это наш вечный странник, это наша индивидуальная монада, о которой я вам уже рассказывала, и мы еще будем много об этом говорить. То есть, когда нам дали разум, и мы стали монадой индивидуальной, все равно мы сначала были под эгидой наших наставников. У нас была групповая душа, потому что, когда мы только были животными, на планете Луна, и об этом мы на прошлом эфире тоже говорили, достаточно подробно я даже делала инфограмму на эту тему, как они такие серенько-облачные выглядели. И мы вчера также говорили о том, как в первой расе облачное было человечество, у которого не было еще разума, не было индивидуальности, была групповая душа. Как у наших растений есть групповая душа, как у наших животных есть групповая душа. То есть, есть групповая душа кошек. Потом есть групповая душа британских кошек, потому что они миролюбивые, они спокойные, они доброжелательные. Есть групповая душа сибирских кошек. Я надеюсь, что на Украине их не отменят. Хотя Пушкин отменили, многих наших великих людей отменили. Кстати, я сегодня, когда думала тоже, о чем буду говорить, я хочу сделать обязательно одну отдельную передачу на тему Льва Николаевича Толстого, потому что это не только писатель, но и очень великая душа, вечный странник. И его произведение тоже хотелось бы. Тем более, я надеюсь, что у меня все-таки очень много людей мыслящих. И изучать будут в том числе и его труд «Война и мир» не только для галочки, не только в ускоренном режиме, пересказ там в Ютубе или где-то, но и именно понять мироздание и все остальное. Вот я вам говорила о том, что человечеству даются знания и создаются те или иные группы. У меня кольцо сегодня даже, видите? Все в цвет, все в стиле. Сейчас скоро уже эту... Сари. Это античная Сари. Я ее купила в Швейцарии. Она вручную сшита из двух. Я ее уже сниму, потому что жарко. Это я так выпендрилась на день Венеры. И, да, Венеры мы все выбираем. И я вот ездила на Понте-Векчо во Флоренцию. Это такой маленький мостик, где очень много ювелирных мастерских. И у меня был запрос. Я хотела что-нибудь именно сапфиром приобрести и именно в форме вот павлина пера. Видите? Потому что я советую многим читать «Две жизни». И там очень много рассказано о павлинах в том числе. «Две жизни» и «Конкорде Антаровой». А это кольцо я себе уже сделала подарок. Купила в Москве. На Кузнецком мосту. Там был магазин не якутские алмазы, а самоцветы уральские, что-то такое. Но, к сожалению, в этом году уже была, а он был закрыт. И вот браслетики я поехала и купила тоже во Флоренции, на Понте-Векчо. Есть замечательная ария из оперы. Сейчас не помню, как ее называется. Пучини, по-моему, автор. И там есть Омео Баббино. «Мой дорогой папочка, что же ты натворил? Я пойду на Понте-Векчо не для того, чтобы покупать себе обручальное кольцо». Там такая опера Труффа. Опера, ну, смешная немножко, как Труфальдину из Бергамо. Труффа в переводе с итальянского языка это значит обман, мошенничество. Может быть, когда-нибудь будем эту оперу разбирать, так как я пять лет училась у Лучанны Серры. Это преподаватель вокальной техники в Академии Ласкала. Я стала ее любимой ученицей. Почему? Потому что она кармическая мама моя в двух воплощениях. Последним причем тоже. Так вот, я сегодня, когда писала, я написала дату 16 августа. И я вспомнила, что 16 августа мы всегда отмечали день рождения моей любимой бабушки. Сейчас расплачусь. Фух. От эмоций, от счастья. И, то есть, моя бабушка была Лев. Она умерла где-то в 2002 году, наверное. Я рассказывала, что мама моя провожала ее в тот путь. И я спросила сегодня. Я говорю, бабушка, ты воплощена или ты еще на высшем плане? Она мне ответила, что она на высшем плане. Она ждет мою маму. Будет там ее встречать. Сейчас воды попью. Потому что именно наши близкие и любимые нас там встречают. И меня будет там встречать. То есть, бабушка, у нее три класса образования. Она родилась в Янакиево. Это Донецкая область. Я не знала. Я узнала об этом вот год назад. Так как мы ездили всегда в Старый Оскол, это Белгородская область. После 50-х годов я вам рассказывала. Курская область во время Второй мировой войны. Курская дуга, оккупация. Моя мама прошла ее. И в нашей рукописи, он и она в четвертой главе, я пишу молитву матери, именно как моя бабушка прошла одну из таких самых жестоких там бомбежек и все остальное. О чем хочу сказать? Что по Марсу люди всегда воевали. По Венере. Венера дала человеку энергии любви, энергию сексуальности женской, манкости, плодородия, материнства. Именно благодаря той энергии, которая нам дала Венера, мы матери, особенно с первым ребенком, я всегда говорю, мы всегда с первыми косячим. Мы матери, вот этот инстинкт, с одной стороны, животный через боль пробуждается, а с другой стороны, любовь, начинает открываться материнское сердце. Вот оно у меня сейчас очень открытое, очень сильный спад. Видите, я чуть не расплакалась. Это были не слезы грусти, трагедии. Нет, это были слезы восторга. Какое прекрасное мироздание. И что мироздание всегда, согласно кармических узлов, согласно цветка жизни, с гордостью, с любовью, с благодарностью, я приняла и несу этот псевдоним Фьора де ла Вито, которым я вам рассказывала в предыдущем воплощении. Нет, блин, в предыдущем занятии. Так вот, Венера нам дала любовь и красоту. Я нашла прекрасное, потому что кто мне выходил? Ну, понятно, мне выходил Боттичелли, мне выходил Энди Уорхол, который стоит миллионы, но это концептуальное искусство. Это как инсталляция. Ну, миллионы не могут стоить банки супа разного цвета. Сейчас любой иллюстратор это может сделать. Вот я сегодня пойду к Николь доделывать заставку для Ютуба, цветную, красивую, вот тоже в этих цветах. Желтый, бирюзовый, розовый, на белом фоне, потому что белый – это свет. И белый имеет весь спектр семи цветов. И вот я очень люблю синий, розовый раньше не любила, но потому что у меня было закрыто сердце, потому что я была в материалке, в материальном мире. Рублевка лайф, джипы и все такое, брюльянты, шубы. Я не думала тогда, что животных убивают, с них шкурки сдирают. Нет. Ну, все приходит со временем. Так вот, если Солнце нам дало энергию жизни, Солнце всем нам, первая ступень – это мир минеральный, кристаллы. Второй – это растительный мир. Третий – это животный мир. Животный мир делится на две категории. Дикая природа и домашние животные. Естественно, сейчас я про землян говорю. У каждой группы есть своя групповая душа. У магнолий своя, у камелий своя, у пальмы своя, у пихты своя, у травы своя, у другой травы тоже своя. Так? У меня батарея была видна. Вырежем? Моей Венере не нравится. У меня Венера во льве. Моей Венере не нравится, когда видны какие-то некрасивые вещи, несовершенства. Я очки выбирала, по пять часов сидела, мучила в центре Милана, ездила туда, там подешевле. Потому что в Швейцарии такие очки стоили бы, чтобы я хорошо видела, чтобы я хорошо выбирала. Очки. У меня всегда было зрение плюс сто, но вот с возрастом, когда начинает у нас все чуть зацехать, чуть медленеть. Ну вот линзы. 50 тысяч рублей. И оправа. Я любила очень всегда Шанель, но вот выбрала этот раз Тиффани. И мне очень нравится, что там голубое внутри, вот так вот подчеркивает цвет моих глаз. И вот видите, бирюза. Хотя не из-за марки выбирала. Выбирала, как идет. Вот идет. Вот это все Венерочка наша. И моя Венера во льве, и асцендент у меня львиный. То есть Венера в первом доме, а это Овен. Это Огонь. И знаете, так интересно. Ну я же говорила, я живу на 21 этаже. Где может жить Фьора де лавита мудрой жизни 21? Посмотрю внизу, у меня там паркинг. Белые машины. Я же в Сочи. Здесь же жарко. Кстати, я когда приехала в Швейцарию, я долго привыкала, что белые машины. Я, правда, и к шестую купила белую, когда туда поехала. Но потом, когда я уже продала, ну потому что, блин, вот эти дорожные сборы очень дорогие, я купила беленькую, маленькую, Yaris Toyota, Toyota Yaris гибрида. И 147 франков платила. А за дизельную, трехлитровую, и к шестую я платила 1200 франков. Представляете? 120 тысяч. Или 15. Есть разница. Вот. Так вот, там белые машинки. И я такая смотрю, заезжает красная Audi. И я такая думаю, почему-то медленный интернет сегодня что-то подвисает. Ладно. А Меркурий ретроградный. Простите меня. Так вот, заезжает красная Ауди, и я такая смотрю сверху, думаю, наверное, Овен. Как минимум. Машины, цвета машины, мы тоже выбираем Венерой. Партнера, мужчину, мы выбираем Венерой. Мужчины, женщину выбирают обычно Марсом. хотят они нас или не хотят. Но Венера у них тоже, естественно, и в энергиях, иерархии зодиака дают. Я сегодня буду немножко витать в облаках. Видите, я так раз смотрю на небо, вдохновение там. поймаю, переключусь и дальше говорю. Так вот, бабушка моя, Анфиса, любимая бабушка Анфиса, я ее поблагодарила за счастливое детство. Хоть даже иногда крапивой получала за то, что уходила далеко играть, и не возвращалась на обед, они волновались. Поростиной тоже несколько раз. Вот. И вы знаете, когда в институте мы учились, и у нас была методичка голос рода, я вам как-то рассказывала об этом, мне только на гид-курс поступило это... Красивое кольцо, правда? Кайфую. Только поступила эта методичка, я ее еще не открыла. У меня уже начали чудеса происходить. И Елена Вайс, автор метода, и она молодец, умничка, она и лицензию получила, и 120 часов нам в классики впихнула, от которых я отказалась, потому что нам, стрельцам, дипломы – это бумажка. Нам главное знание и опыт, навык. Так вот, Елена Вайс, вот я опять ушла, стрельцов своих пиарить, ну, не своих, это я вам просто объясняю, как работают те или иные энергии. Огненные, земельные, так, а, голос рода. И у нас, потом уже, я когда включила, был первый эфир, она говорит, что вы должны делать? Пить больше воды и есть яблоки. И у меня даже в Инстаграме, который на сегодняшний день Российской Федерации запрещенная, суть сеть, ну, еще осталось там это видео, на фоне моего Будда, у меня большой Будда перед домом сидит, он у меня еще остался, когда у меня была школа ангелов, почта ангелов, апосте де Ли Анджеле, два года, в Швейцарии, и где Фьора Бемпорат преподавала, потому что у нее время была школа ангелов, а у меня, так как офис был в бывшем здании почты, что сказал Владимир Ильич Ленин? Берем почту, телефон, телеграмм, вот. Опять было несовершенство, батарея было видно, не буду размахивать руками. Почта, телефон, телеграмм, и я, когда приехала и открыла офис там, ну, что у меня на Фрунзенской был, кстати, в бывшем архиве Мариэтты Шагинян на Фрунзенской набережной. Скажите мне, что это случайно. Нет. И в 81-й главе я пишу «Махатм Ленин», и потом я вам объясню, почему «Махатм Ленин», как «Махатм Ганди». Вот. Потому что знания сохранил Восток. У Запада знаний не было. Потому что когда наша арийская раса, когда мы зашли в арийскую расу, нам отключили память. Потому что мы столько натворили в четвертой расе, пока были атлантами, что это было необходимо сделать. И что обычно происходит? Ведь эпохи расы, они не просто так расы сменились. Да? Было несколько выходов и исходов. О некотором пишут, как Ной, о некотором пишут, как Моисей. Третий, я не помню. Вавилон, по-моему. Да. Трактат описывается в религиозных трактатах. Потому что как развивается наша память, держится мифология греческая. Вот мы говорили о Зевсе. Далее религия. Благодаря религии в 1485 по-моему году Боттичелли написал рождение Венеры. И там есть 14 скрытых смыслов. Если мы до них дойдем, я вам о них расскажу. Но, наверное, если вам интересно, вы сами можете найти это в интернете. Я могу даже ссылку в комменты поставить и почитать, посмотреть, как все взаимосвязано. Потому что рождение Венеры Не, не будем отвлекаться. Что хочу сказать? Вернемся. Значит, Боттичелли рождение Венеры смотрите сами. Мне не нужны вечные ученики. Мне нужны люди, которые пробуждаются и становятся нелюбопытными, не сплетниками, не убивают свое время в гаджетах, тупо там что-то смотря, а становятся любознательными исследователями и готовят себя к переходу, во-первых, в новую жизнь после окончания данного воплощения. И, во-вторых, как мы вчера говорили, нет, во-вторых, как я все время говорю, мы переходим эпоху Водолея, вот этот год последний, поэтому столько смертей, потому что те люди, которые, скажем, не оправдали доверие мироздания и эпоху рыб прощелкали, я по-другому это сказать не могу, они были двоечниками, ковид, люди стали уходить с планеты Земля, войны, и вот еще в следующем году будут катаклизмы, после чего люди точно поймут, что, блин, против природы они сделали что-то не то, потому что жизненная волна и та кровь, которая льется человеческая, а человек венец мироздания, не просто дитя космоса, ау-ау, нет, венец мироздания над нами миллиарды лет трудятся все, и что, это в унитаз ли? нет, иерархия света говорит, ребят, все, так все происходит, вот смотрите, на солнце есть черные пятна, что это за черные пятна? Это двоечники, так, почему нас смыло на луну, на луну пошли двоечники солнца, троечники, на второй год остались и пошла жизненная волна на Сатурн, что они там делают? У них там нет монады индивидуальности, они побудут космическим мусором, будут ждать следующий виток, триллионы лет, когда мы после, мусором. Кстати, что хочу сказать, вот Венера вторая планета от солнца, да, вчера мы говорили, что мы перейдем на планету Юпитер, и мы там будем в следующей цивилизации, да, перейдем, но сначала мы перейдем на Венеру, то есть земляне на Венере будут ангелами, киса моя британская, домашние животные будут пионерами человечества, осознанными людьми, а дикие животные будут двоечниками, вот как у нас африканцы, Латинская Америка, люди, которым дается все, что надо, для того, чтобы они шли своим этапом эволюции, и почему во всех библиях, во всех религиозных книгах там иногда жесть написана, жесть написана, чтобы людей напугать, сказать, блин, иди учись, сделай домашнее задание, уроки, все остальное, вот, соответственно, эволюция вот так происходит, нам о Венере, давайте я расскажу, наверное, почему они к нам пришли, так вот, солнце жизненная волна, луна плодовитость, вода, потому что у нас все развивается через воду на нашей планете, марс динамическая энергия, энергия преодоления, огненная энергия, одни нам устраивают преодоление, другие их преодолевают, потом мы меняемся, это закон кармы, вы думаете, я когда уже стала обо всем думать, я спросила, Великая Отечественная война, нам за что, для чего, все многогранно, с одной стороны, мы должны быть все время в тренинге, да, в нашей холиленд, россияне, потому что нам надо будет рассеяться в эпоху водолея, а почему мы огребли, ведь мы говорили о том, что ни метеорит не может упасть на Землю, зачем падают метеориты, зачем происходят потопы, для того, чтобы зимой отдохнуло круговорот нашей солнечной системы, жизненный круговорот, тоже должен отдыхать, у Венеры рождение весны, рождение Венеры весной, летом у нас все зреет, осенью листочки опадают, и зимой природа засыпает, также в солнечной системе, нужен отдых, и космическим строителям, вы думаете, им с нами, с вот этими двоечниками, очень прям комфортно, конечно комфортно, им хоть есть чем заняться, потому что, знаете, вот многие говорят, всего 10 воплощений, и у тебя десятые льстят своим самым платежеспособным ученикам некоторые наставники, это неправда, у нас минимум 777 воплощений, потому что 7 кругов, 7 миров, 7 волн, поэтому 777, так вот, на каждой волне мы вот это все должны сделать, и многие говорят, кто такие эти вознесенные учителя, вознесенные учителя, это отличники, это профессура нашей жизненной волны, но они нас не бросили, они давно могли пойти на Венеру, и естественно у них открытый канал с Венерой, но они занимаются нашей песочницей под названием Пятая цивилизация. Вам решать, вы кем хотите быть? Двоечниками, троечниками, отличниками, учителями, профессурой, или пойти на второй год, или вообще быть изгнанными из школы, когда исключают. Вот моего сына за то, что он не делал домашние задания, супердорогой школы даже исключили, он один раз там к психологу сказал, сходил и сказал, что он о них думает, и мне пришло письмо, и я сначала по-человечески гневно это восприняла, а потом кармически я поняла, карма закончилась с этим учреждением. И вот я все время хожу вокруг да около на тему Льва Николаевича Толстого и масонов, которые были в начале 19 века. Масонское движение, по сути, когда оно возникало где-то в 18 веке, в 16, это тоже как одно из христианских учений было, да, и тоже оно строилось по иерархии, и то же самое, когда Соединенные Штаты Америки иерархия света создавала, она создавала для того, чтобы все туда люди приезжали, чтобы там перемешались расы, под расы, под расы я публиковала под расы арийской расы, арии, овнов, когда мы под энергией овна, именно самые воинственные огненные проходили в занятии Марс, смотрите там, так вот, масонство, как тамплиеры, как даже Ватикан, который прогнил просто вдоль, поперек, все создавалось во благо и Петр, и Павел писали свои, они тоже работали переводчиками по сути. Ладно, про Иисуса мы будем говорить в какой-нибудь другой передаче, потому что нас уже осталось девять минут, и я, как всегда, хочу вам сказать все, не успеваю ничего. Так вот, в Швейцарии очень масонское государство, естественно, они очень сильно зависят от американцев, и я тоже рассказывала, когда про 1 августа, про банковскую систему, как их после 11 сентября, это тоже мошенническое действие, ради денег все, ради власти, чтобы всех контролировать. Они придумали этот теракт, сделали его, осуществили, обвинили Ирак, чтобы зайти туда, воровать там нефть, вот, и заодно все банковские счета, все прозрачность, цифра. Я еще помню, первые платежки мы по факсу отправляли, делали, а теперь все из телефона. Кстати, когда рассказывала 1 августа про Швейцарию, потому что Венера это деньги, личные деньги, поэтому мне можно сейчас про деньги. Кстати, я там в теме тоже заявила финансовые потоки, все взаимосвязано, сейчас тоже расскажу, постараюсь не забыть. В Швейцарии нет никаких смс-ок банковских, нет ничего, потому что там как бы private banking, да, и там типа тайна-тайна, и никакие тебе смс-ки не приходят, и на какой-то телефон никогда не можешь перевести. Максимум, что они сейчас сделали, там раньше надо было на почту ходить с квитанциями, да, почты было много, сейчас почт становится мало, у них сейчас QR-коды, вот максимум, что они сделали, поэтому я когда приехала в Россию с этими Сберами, Тиньковыми, ВТБшками, я там привыкала, вообще это космос, даже то, что это там сейчас мир, и не работают мастер-карты виза, кстати, слава Богу, что не работает, так как я работала в ветроэнергетике, я знаю, что такое альтернативная энергия, может быть, отдельно про это тоже скажем, потому что это тоже схема мошенническая, потому что они уже заводили, подписали, по-моему, в девятнадцатом году им помешала пандемия, пандемия тоже во благо многое сделала, они хотели ввести, вот как у нас есть НДС, налог на добавленную стоимость, да, мы покупаем книгу и платим там, Венцарии самая низкая НДС 7,7%, а там где-то 21, где-то 19, сейчас в России я уже не помню, что пока еще таким прям бизнесом бизнесом здесь не занималась, ну, наверное, около 20 тоже, что они хотели сделать, они хотели, они сказали, что типа климатически это, а на самом деле у солнца просто весна, просто весна у солнца, никаких у нас нет климатических проблем, да, земляне нагадили на земле, да, нельзя так к матушке относиться, прежде всего нельзя к своим телам относиться, венерянским, которые тоже строила вся, не только солнечная система, а все звездные системы, которые рядом с нами, наша эвклиптика, так вот, что они сделали, они вот этот придумали, РЭК, он называется, Renewable Energy Certificate, что они хотели сделать, вот, например, стакан, чтобы произвести стакан, надо, например, сжечь, произвести столько-то, сжечь столько-то кислорода и производят якобы столько-то СО2, так, и они тогда, например, там, два цента на стакан накидывают на СО2, а куда идет это? Ну, понимаете, куда? Глобалистам, блин, американцам, и даже не в США, а в их этот частный банк всемирный, который они создали, вот, благодаря того, что они нас от свифта отключили, у них сейчас эта система саморазрушается, они придурки. Слава Богу, что, еще раз говорю, я за железный занавес сегодня, потому что то, что творится на Западе, это ужасно. Я уже не буду говорить про вакцины и все остальное. Так, деньги. Очень много блогеров, очень много астрологов, все говорят про деньги, но природа денег это природа. И у нас было в институте модуль деньги, в институте модуль деньги, и у нас там первое занятие было, как вы видите деньги, и кто их видит как, кто там нищенка из себя какой-нибудь рядом, кто там в виде папы, у которого умер, кто-то еще как-то. Будете смеяться, я видела деньги в виде моего учителя Виктора Слободнюка, потому что он мега классный, позитивный, я СВО, так сказать, сердечно, духовно, благодаря его позитивной энергии прошла, с беженцами сколько работала и выходила без сил, представляете, сколько энергии из меня они вытаскивали, и естественно голос рода, я приходила домой белая, мне мироздание послала Овна, подругу, которая жила у меня в доме, и обнимала меня, мы с ней пили просек, и танцевали по ночам на террасе, чтобы как-то это, потому что ну это жесть, когда сто человек перед тобой стоили, и у них там отцы, братья, мужья, сыновья, в Киеве их не выпустили, и они стоят смотрят на тебя, а ты русская, и блин, не можешь даже прочитать нормально фамилии, эти, что Олены, Влады, Миры, ну ладно, хорошо, скоро это закончится, так вот, вернуться в лоно семье, ведь когда люди расходятся, муж с женой, даже те, которые очень сильно любили друг друга, и то ужасные вещи делают, вон у нас на Рублевке эти бывшие жены, у них и детей отнимали, и что только с ними не делали, поэтому и здесь помиримся, все будет хорошо, потому что будет скоро водолей, миролюбивый, кот Леопольд наш, тоже Россиюшка к этому прикладывает все возможные возможности, две минуты длина осталась, так, финансовые потоки, почему я говорила бабушка, почему я всегда говорю, что старшее поколение это не корни, это ветви, энергии идут сверху вниз, так, солнце, Меркурий, Венера, Земля, прабабушка, бабушка, мама, папа, я, так, если, когда у меня с мамой были проблематики, я с ней не общалась много лет, это отдельная история, отдельные диаграммы из прошлого воплощения, у нас было жесткое расставание с ней, и у меня стали перекрываться, потому что пока энергии работали в 20 веке так, как они работали, это одна история, а когда мы перешли в 21 век, энергии стали по-другому, вы видите, новые технологии, интернет, движение, информация, скорость, эти, быстрые самолеты, вот это все-все-все, по сути планета стала маленькой, да, то есть я вот здесь сейчас в Сочи, а вы там кто где, да сколько тысяч километров от меня, вот, соответственно, и законы мироздания стали активизироваться, они стали материализовываться, представители Венеры на планете Земля это природа, это природа, у природы мы должны учиться, мышки, кошечки, цветочки, семечки, подсолнухи, подсолнечное масло, это огромная лаборатория, гениальная, как бананы нам делали, там было много семечек, атланты, там пшеницу, когда нам давали тайные знания, это все из космоса, потому что приходили старшие братья, соответственно, старшие братья, старшие сестры, про татуировки будем разговаривать в следующую пятницу, потому что у меня тут было откровение, как с нами говорит жизнь, через татуировки то же самое, Венера, это наш кожный покров, это наши органы плодородия, зачатия, соответственно, в том числе, и родимые пятна, кожные заболевания, это все сигналы, я не понимаю, почему вы не слышите, когда я это слышу, или Софа это убирает, но вы не убирай, позвонил будильник, я, как всегда, сказала очень много, переваривайте, каждую пятницу будем говорить о Венере, скажем еще больше, завтра, суббота, сабботу, сатурдей, сатурн, сатурн, это наш главный контролер, главный экзаменатор, кондуктор, вот мы едем в автобусе жизни, заходит кондуктор и проверяет билеты, первый билет он проверяет 29 лет, что ты сделал, человек, сейчас все ускорилось, так что, будем об этом говорить, благодарю за внимание, мне кажется, классно получилось, правда, мне жарко, конечно, в этой кофточке, но зато красиво, моя Венера, а львиная, довольно, пока. Продолжение следует...